Друзья, всем привет! Сегодня я хочу снять такое маленькое видео, показать вам, как я обрабатываю фотографии и как я их, собственно, делаю. Я решила, что это будет предметное фото, потому что, ну, не знаю, это на селфи, на своем йоге очень хорошо показывать. Вот. Как я делаю предметные фото? Один из моментов. Я, поскольку я декоратор и в целом я вообще обожаю собирать всякие разные штуки, вот у меня есть вот такие вот коробочки, в них очень много всего. Она, такая коробочка не одна, таких штук у меня три стоит. В них у всех собрана всякая разная предметка, бумажки, всякие листики, вырезки, марки. Кстати говоря, посуду я очень люблю, вот всякие ложечки, особенно их я прям коллекционирую, собираю, привожу с разных стран. Посуду обожаю всегда тоже, откуда-нибудь обязательно что-нибудь привожу. Вот, салфетки, конфетки. А, и, кстати, еще фетиш у меня есть такой, привозить всякие шоколадки, конфетки. Эт эти я, кажется, взяла и привязала с Санкт-Порой. Вот. Все это, причем я могу их не есть, реально. Они у меня, у меня очень много шоколада, он даже всякий старый, но иногда просто для каких-то очень больших там картинок они, ну, то есть это очень мне помогает. Вот. Потому что такие фотографии я делаю не только, у нас иногда бывают рекламные съемки, на которые мне нужно брать свои предметы, поэтому там нужно большие уже какие-то вещи выстраивать. Разные дощечки. Дощечки-подложки. Такие, наверное, есть у каждого, как это сказать, не фут-стилиста, а, ну, у всех, кто фотографирует предметку, у них у всех есть какие-то определенные подложки. Старин их досточек там, совершенно разные. Есть у меня черная меловая и вот просто старенькая, беленькая, там, разная. Вот. Это не стол. К вопросу, кто меня спрашивает, что, а что это у вас там за стол вот такой? Всегда люблю использовать живые цветы. Вот. Сегодня это будут ромашки. Потому что живое, живые предметы, они всегда очень клево смотрятся в кадре, ну, не искусственные. Ну, искусственные, конечно, тоже у меня участвуют, потому что цветочков у меня много, поскольку я всякие, эти, пленки плету. Ну, да. Ну, вот, в общем, я вам покажу фильтров. Я, кстати, немного использую. Я использую всего две программы. Вы увидите, это одна из них три. Бывает, я часто использую просто Instagram. Я захожу, делаю, выбираю фотографии прямо там, чтобы было удобно очень откадрировать все. В общем, и обычно всегда пересылаю ее в директ и присылаю Семену, потому что таким образом она, фотография сохраняется, и ее можно потом дальше еще на каких-нибудь программах пообработать. Вот. Вторая программа это Snapseed и в SoCam. Вот. Ну, то есть, в основном предметка, если это какая-то, то она, скорее всего, в SoCam, наверное, использует или природа. А Snapseed это уже где я, например, в кадре. Вот. Ну, вот такая вот история. Больше, наверное, ничего такого у меня особенного нету. Фильтры я почти никогда не использую. Может быть, очень маленький процент. Знаете, сейчас очень удобная функция, что можно вот этот процент всегда передвигать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получится такое маленькое видео. Я даже для вас как-то чуть-чуть помедленнее буду это делать, потому что на самом деле я уже это делаю мега-быстро. И как-то у меня так все это раз-раз-раз-раз-раз-раз. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Но они, кстати говоря, очень часто не обработаны, потому что, конечно, понимаете, что картинка фотоаппарата, она всегда очень круто делает. Ну, она передает цвета. Спасибо, что подписываетесь на меня. Ставьте лайки. Подписывайтесь еще больше. Задавайте вопросы. Мне это очень интересно. Обратную связь я вообще обожаю получать. Пока-пока.